Всем здарова, друзья! С вами Маракаси. Итак, сегодня хотел бы показать великолепный бой на кранвагоне. Игрок действительно показал очень хорошие результаты и смог данное сражение просто вытащить с самого дна. Ну и, конечно, друзья, сегодня хочу посоветовать вам отличный набор кролевого мэйф. Получите премиум танки себе в ангар, самоэсмэ, суперпершинг, кейс-2, шерман лозы, а также другие подарки. Там прям аккаунт, 2D стиль и многое другое. Если интересно, по ссылке в первом закрепленном комментарии можете ознакомиться. Итак, разработчики, собственно, уже анонсировали патч 1.11. Пока что его можно предварительно скачать, но в скором времени, конечно, можно будет его и опробовать. Так что, в принципе, считаю, что стоит, в общем-то, сейчас лучше скачать его и потом уже играть. Также, друзья, не забывайте, что вы можете выиграть золото в этом видео. Вам всего лишь нужно в комментарии указать свой игровой ник и досмотреть данное видео до конца. Так что рекомендую это сделать, пока есть такая возможность. Итак, друзья, также доступны 2D стили теперь у нас в игре на отметке. Внимание, то есть это впервые такое, что можно, ну, как бы, изменить, как выглядят отметки. Вот тут вот такой вот знак кулака, то есть вместо отметок. Ну, это связано еще с нашим героем World of Tanks. Это Чак Норрис, которого пригласили в гости. Ну, в принципе, что сказать, и БГ все-таки умеют приглашать, ну, разных действительно интересных личностей. И, конечно, Чака Норриса мы сможем получить в экипаж, что тоже очень радует. Но для начала нужно будет выполнять задачи, которые Чак Норрис будет давать постоянно. То есть там, если выполнишь все эти задачи, к тому же получишь все награды, там танчик, как я и говорил, это четвертого уровня ПЗ, СФЛ-4. В общем, эту ПТ-шку сможешь получить себе в ангар, плюс Чак Норрис даст тебе специально еще слот, если все задачи его выполнишь, которые будут тебе давать, как бы, дополнительный бонус к определенному танку. Еще один слот такой вот будет прокачиваться. Сначала там будет самый минимальный уровень, четвертый. Ну, именно в этот слот можно будет добавлять разные премиум танки и получать на них дополнительный бонус к опыту или еще к чему-то. В общем, тоже хорошая вещь. Конечно, никуда не подевались маленькие коробки. Обратите внимание, что снегурочки будут в ангаре, и ежедневно они будут давать вам разные подарочки. А также малые коробки. Ну, это когда, собственно, откроется ангар праздничный. То есть, не забывайте каждый день на них кликать на снегурочек и забирать маленькие коробки в подарок. Кстати, могу сказать, что из маленьких коробок падает, ну, конечно, не супер-пупер, но такие призы неплохие. И там серебро, например, учебные брошюры, боновые расходники, слоты в ангаре, разные расходники, там, большие аптечки, ремки и так далее. Так что, в принципе, очень даже хорошо. Кроме того, снегурочек, естественно, можно заполучить себе в ангар, то есть, постепенно выполняя задачи, собирая коллекцию, у вас будет, в общем-то, такая возможность. Кроме того, вы будете наращивать, собственно, ну, праздничную атмосферу, как в прошлом году, и будут дополнительные, как бы, скидки появляться за счет этого. Ну, и также дополнительные призы. Как наращивать новогоднюю атмосферу, я думаю, вы и так в курсе. Нужно будет собирать игрушки, как в прошлом году, впрочем, никуда не делся этот коллайдер новогодний, в котором можно будет разрушать те игрушки, те, которые вам не нужны, и крафтить то, что вам нужно. Ну, в принципе, все довольно просто, потому что тут главное играть постепенно, то есть, собирать эти игрушки. То есть, чем больше вы играете, тем быстрее вы соберете эту коллекцию. Это, я думаю, так понятно. По большим коробкам пока еще неизвестно, что там будет, то есть, я пока не нашел анонса, но в скором времени мы это узнаем. И даже, я, возможно, пооткрываю эти коробки. Ну, и вот, смотрите, на первом уровне новогодней атмосферы вы получите как раз эту ПТ-шку, ПЗ-СФЛ-1С. Слот в ангаре получите, осколки, малые коробки 70 штук, там декали разнообразные в виде печеньки. В общем, довольно неплохо. Также резервы на втором уровне тоже резервы, даже опять резервов на серебро. А также заряд антиповторителя, но это для крафта, чтобы получить именно то, что нужно, друзья. Ну, и, конечно, с каждым уровнем призов будет становиться все больше. Вот на третьем уже тоже опять резервы на серебро, чертежи разнообразные, девушка, танкистка. Очень даже круто. На четвертом уровне тоже резервы на кредиты, то есть, ну и на опыт, то есть, очень много резервов дополнительных. В общем, с каждым уровнем можно будет получать много разнообразных плюшек. Ну, на четвертом уровне тоже девушка-танкистка, снегурочка на пятом уровне тоже девушка-танкистка и резервы на серебро. В общем, блин, на самом деле очень много дают разнообразных плюшек при прокачке новогодней атмосферы. Я думаю, конечно, большие коробки будут, ну, как бы на это тоже заточены. Сейчас вы можете видеть, кстати, 2D-стилы, которые вы сможете заполучить в новогоднем режиме этом. То есть, тут у нас панды всякие, всякие новогодние, в общем-то, такие вот плюшки. В общем, действительно много всего. Также, что стоит отметить, друзья, если вы сможете собрать всю коллекцию всех четырех, собственно, групп, и также еще соберете все вот главные большие игрушки, это даст вам плюс 50% к серебру. Это очень много, учитывая то, что еще можно подрубать резервы там на серебро, там клановые или обычные. Даже их можно бесплатно достать, ну, то есть фарм будет великолепнейший. Также можно будет собрать 2D-стилы прошлых годов, ну, кто, мало ли, их не дособрал, после сбора основной коллекции сможете собрать и старые, собственно, вот всякие плюшки. По новогоднему коллайдеру особо ничего не поменялось, то есть в игре решили не трогать ничего. Также будет довольно много рандома, и это будет наверняка бесить. Кроме того, друзья, вы сможете получить уникальный такой вот 2D-стиль с Чаком Норрисом. В общем, не только командира, ну, в качестве командира его получить, но еще и такой вот уникальный стиль, по-моему, очень даже здорово. Также, друзья, вы можете получить дополнительный приз в виде золота, если поучаствуете в специальном таком вот турнире от Wargaming'а. В описании приложу, собственно, ссылку, как это все участвует. Там просто бонус-код активируете, и, собственно, вы сможете тем самым поучаствовать, попробовать заполучить себе призы. Кроме того, еще один бонус-код. На этот раз он даст вам возможность на 54-ке посоревноваться с другими игроками. Если вы сможете до следующего четверга 12.00 показать свой лучший бой на Т-54, вы, собственно, получите ценный приз в виде голды 2000 золота. То есть первые три тройка игроков получат 2000 золота, и еще семь игроков получат по 1000 золота. Ну, кто больше всего опыт чистого набьет. Также разработчики немножко изменили ТТХ, ПТСА у девятого уровня, К-91 ПТ, ну, может быть, кому-то интересно, улучшили ей стабилизацию. Лоб башни был 203, стал 260. Мобильность была 45, стала 52. Это скорость вперед. Максимальная скорость назад была 20, стал 23. На будущем, ну, то есть обзор было 360, стало 390. Ну, в общем, небольшие изменения. Скорее всего, данный ПТСА у пойдет уже на следующий год, как мне кажется. Также стоит отметить, что у Чака Норриса действительно очень много разнообразных наград, и можно получить скидки на прокачиваемые танки. Можно получить самого Чака Норриса в качестве командира, и можно получить аж 192 маленьких коробок у него. Наверное, кто скажет, нафиг эти маленькие коробки нужны, но тут стоит отметить, что все-таки, ну, чем больше их, тем быстрее вы прокачаете новогоднюю атмосферу, тем быстрее вы будете получать максимальный, там, бонус к серебру, и получите много разнообразных подарков. Итак, давайте подведем итог. К Новому году, конечно, нас ждет множество акций, и самое главное, что нужно сделать. Первое, это собирать, в общем-то, каждый день заходить в ангар, разнообразные, в общем-то, подарки от снегурочек, нажимая на них. Второе, это то, что мы можем получить хороший бонус к серебру, но для этого нужно собрать как можно быстрее новогоднюю коллекцию. Для этого, если без доната, конечно, подходит то, чтобы каждый день заходить и выполнять ежедневные задачи у Чака Норриса. Кроме того, вы в итоге, если выполните все его задачи, сможете получить самого Чака Норриса, а также скидки на танки и другие разнообразные ценности, включая уникальный 2D стиль. Кроме того, новогодняя техника разнообразная будет доступна, ну, то есть, слот, который вы добавите, именно станет новогодней, то есть, у этого танка будет дополнительный там опыт и серебро, и, в общем-то, тоже довольно приятно. Также, если вы сможете повысить атмосферу новогоднюю до максимального 10 уровня, вы, естественно, получите максимальное количество экипажа, именно вот этих снегурочек. Кроме того, там действительно очень много подарков, поэтому имеет смысл, конечно же, как можно быстрее пытаться взять и новогоднюю атмосферу, поднять до максимального уровня. Конечно, будут большие коробки, сейчас просто их не заанонсили, но скоро появится информация. Но тут все довольно понятно, естественно, кто будет много донатить, у того будет сыпаться там высокоуровневые игрушки, и тот еще быстрее сможет, в общем-то, взять и повысить себе новогоднюю атмосферу и получить как можно больше призов. Ну и, конечно, попробовать танки выбить. Также, друзья, стоит отметить, что вы можете получить дополнительные новогодние коробки, если будете смотреть мои видео, то есть я думаю, что буду разыгрывать большие коробки. Так что не пропустите, получите большую коробку себе бесплатно с премиум танком. Для этого все же смотрите видео почаще, и вы, конечно, ну себе такую хозяу сможете заполучить. Ну и, друзья, конечно же, рекомендую вам подписаться на канал, чтобы не пропускать видео, ну и поставить лайк, если считаете, что данное видео было вам полезным. В общем, друзья, будем играть, собирать игрушки вот эти вот новогодние, украшать ангар и собирать очень много экипажа. Помните, что экипаж, он очень полезен, даже если у вас есть много экипажа, в дальнейшем будет переделка всего экипажа в следующем году, и каждый член экипажа, у которого много перков, у которого много опыта, это огромный плюс. На этом все, друзья, спасибо, что смотрели, удачи вам!